МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представитель старшего поколения русских символистов Фёдор Сологуб оставил огромное поэтическое наследство. При жизни его были изданы 15 сборников стихов. Сотни стихотворений остались неопубликованными. Выходили собрания сочинений в 12 и 20 томах. Помимо поэзии, Сологуб занимался прозой, драматургией, был теоретиком символизма, публицистом и переводчиком. Лирика Фёдора Сологуба – выдающееся явление в поэтической культуре 20 века. Современники не помнят Фёдора Сологуба молодым. Его облик старого поэта, жреца, мага, сложился сразу и навсегда. Он как будто в присутствии окружающих дремал, как будто погружался в себя, уходил. Вот эта фаза отчуждения слишком ощутима была в его облике. Ходосевич говорит, он иногда открывал глаза, смотрел на окружающих и недоумевал. Как будто спрашивал, вы всё ещё существуете? КОНЕЦ Фёдор Кузьмич Тетерников – это его настоящее имя, а Сологуб – это только псевдоним, родился в Петербурге в 1863 году в семье очень бедной. Отец портной, мать кухарка. Он кончил педагогический институт и 10 лет скитался по провинциальным уездным городам Старой России. Он был учителем математики. Вот эта обездоленность, а в детстве ему приходилось видеть всякое, и была первоосновой его мироощущения. Он из этой обездоленности ткал свой мир, создавал легенду, мечту, сказку. На серой куче сора, У пыльного забора, На улице глухой Цветёт в исходе мая, Красою не прельщая Угрюмый зверовой. Вне светлых ощущений Безрадостный мой гений Томительно расцвел. Тема смерти и страдания И тема Бога – это ведущая тема его поэзии. По тем дорогам, Где ходят люди, В часы раздумий Не ходи, Весь воздух выпьют Людские груди, Проснётся страх В твоей груди. Оставь селенье, Иди далёко, Или создай Пустынный край, И там безмолвно И одиноко Живи, мечтай И умирай. В 92-м году Он возвращается в Петербург. И снова Он учитель В одной из петербургских гимназий. Но теперь Жизнь становится гораздо интереснее. Он Сближается с литераторами. В это время В России Взрождается символизм. Это одно из ведущих Течений русской культуры Конца начала века. И он становится Лигером Этой символической школы. В его поэзии нет Исторической Или культурной широты, Как, скажем, в творчестве И в стихах Блока, Брюсова. Нет. Они намкнуты На определённых Совершенных темах. Но Проработка этих тем Очень глубока И серьёзна. Стихи его мелодичны, Изысканы, музыкальны. Они полны Ярких, Определённых, Чётко выявленных Образов. Безотрадно Земная жизнь Человека. Потому что Жизнь Это не удоль Скорбей И страданий. Что селения Наши убогие, Все пространства И все времена, У Отца Есть обители Многие, Нам не веданы Их имена. И, Причувствуя Райские радости, Пред которыми Жизнь Только сон, Отрекаюсь От призрачной Сладости, Отвергаю Товление Времён. Увидания, Страдания, Дления, У суровой Венец Не спряли, Не свершится Обет Воскресенья Никогда И нигде Для земли. Ведьмы, Лешие, Домовые И, Наконец, Просто Сатанинское Начало, Обитающее В человеческом Бетон. Только Забелели Поутру Окошки Мне Метнулись В очи Пакостные Хари На конце Тесёнки Профиль Дикой Кошки Тупоносы Хищной И щекастой Твари Хвост Копыт Срожки Мреют На комоде Смутил Зыбкий Очерк Молодого Чёрта Нарядился Бедный По последней Моге И цветок Олеет В сюртуке Уборта Высажу Из спальни Три колобки Спичек Прямо Нос Мне Тычет Генерал Сердитый А за ним Мордашки Розовых Певичек Скоком Вверх Помчался Генерал Со свитой В сад Иду Поспешно Машек Недубинкой Заколючей Ёлкой Старичок Лохматый Каждый Кстроя Рожи Пробежал Тропинкой Рыжий Красномосый Весь Пропавший Мятый Всё Чему Не надо Что С безумной Ночи Мне Микнулось Ночи Я Гоню Аминем Завизжали Твари Хором Что Есть Ночи Так И быть До ночи Я Тебя Покиню В тих Умрёшь Этот Камень Ты Собою Всё Носи И Её Талисмана Проси Не Для Счастья Не Удачи И Ленца Только Жить Всё Жить Ты Будешь Без Конца Станет Скучно Ты По Обровёшь Бросишь Камень Станешь Ворен В 1907 Году Умерла Сестра Которой Фёдора Кузьмича Связывала Очень Глубокая Духовная Близость В это же Время Он уходит В отставку Литературная Слава Переживает Апогей В 1908 Он встречает С писательницу Анастасию Чеботаревскую Которая На долгие годы Станет Его подругой В жизни И Глубоко Духовно Близким Соратником Слава По-прежнему Остается Верен Вот Этой Теме Теме Страдания Боли Смерти О смерть Я твой Повсюду Вижу Одну Тебя И Ненавижу Очарования Земли Людские Чужды Мне Восторги Сражения Праздники И торги Весь Этот Шум В земной Пыли Образ Медотыконки Становится Наиболее Центральным Образом В Демонологии Сологуба Поскольку В этом Образе Как бы Сконцентрирована Вся земная Пошлость Потому что Земля Под лучами Палящими Лучами Солнца Для этого Дракона Как называют Его Сологуб Взращивает Только Демонов Она Создает Страшную Атмосферу На земле В этой Атмосфере Обитает Пошлость Блок Так и Назвал Недотыконку Как силу Земной Обреченности И Земной Потерянности Недотыконка Серая Все В округ Мне Бьется Довертиться То Невихой Со Мною Очертиться Едино Погибли Недотыконка Серая Истолила Коварной Улыбкою Истолила Присядку Слыбкою Помоги Мне Таинственный Друг Недотыконку Серую Отгонит Волшебными Чарами Или Марк На что Ле Ударами Или Словом Заветным Каким Недотыконку Серую Хоть Со Мною Мертвит И Хидную Чтоб Она Хоть В тоску По Не Хидную Не Глубилась Над Прошу Моим Как бы Не Был Чем Мин Земной Мир Все Таки Есть Для Человека Выход И Его Обреченность Преодолевается Искусством Искусство Мечта Созерцания Вот Путь Который Уводит Нас От Земных Страданий Несоциальные Перемены Никакие Либо Либо Революции Не Это Меняет Жизнь Человека А Глубокая Религиозность Вера Потусторонний Мир Вера В искусство И Созерцательность Именно Мечта Может Открыть Человеку Красоту И Этого Мира И В этом Мире Он Готовится К тому Чтобы Стать Совершенным Но Другом Совершенствование Человека Начинается В этом мире Но Нужно Уметь Смобидеть Эту Красоту Потому Что Чаще Всего Залечимые Невзрачности Таятся Глубокие Духовные Сокровища Где Грустят Леса Гремлевые Измуренными Мирозами Есть Долины Мечеливые Зачарованные Микрозами Как Чужда Непосвященную В сны Мирские Погруженную Их Краса Необычайная Неслучайная Тайная Смотрят И Высоковатые На пустыне Береки Вот Кувшинки Сном Объятые Над Регой Мир Звивистой Вот Березки Захеренные Над Болотным Уравнением Там Вдали Стивной Несмелую Бор С Раздулью Микручиною Как Чужда Непосвященную Сны Мирские Погруженную Их Краса Необычайная Неслучайная Тайная Искусство Дарует нам И другую Радость Мы можем Создать Новый Мир Не похожий На земной И Сологуб Это делает Он рассказывает Нам О том Что где-то Существует Нереальная А другая Фантастическая Звезда Маир Вокруг которой Кружится Земля Ойле И вот На этой Земле Ойле Процветает Блаженство И счастье Там течет Тихая Река Регой Которая Вся Полна Цветов Нездешней Красоты И там Именно Там Осуществляется Мечта Поэта Мечта Человека Мауэлэ Далекой И прекрасной Вся любовь И вся душа Моя Мауэлэ Далекой И прекрасной Песни Сладкогласной И согласной Славят Все Блаженство Бытия Там В сиянии Ясного Маира Все Цветет Все Радостно Поет Там В сиянии Ясного Маира В полыхании Светлого Эфира Нету Вой Таинский Живет Тихий Берег Синего Регоя Весь В цветах Нездешней Красоты Тихий Берег Синего Регоя Вечный Женство И Покоя Вечный Мир Свершившийся Мечты После смерти Блока Волна Пессимизма Охватила Ту часть Русской Интеллигенции Которая Осталась Все-таки В надежде На лучшее В России В приступе Ипохондрии Анастасия Чепотаревская Бросилась Стучка На столбины Целогубь Не верил В это Целый год Пока Наконец На повесне Ее труп Не был опознан Он оставлял Каждый раз У себя Приступая к трапезе Обязательно Примор Для нее Он просто В это Не верил Итак Теперь Что остается Только одно Ждать конца И в 27 Году Он пришел 5 декабря 1927 Года Сологубь Умирает Отношение Новых властей К Сологому Было Более чем Подозрительно Его нигде Не печатали Только Какой-то Очень узкий Круг Почитателей Обязательно Встречался С ним И это Была Хотя бы Маленькая Отрада В это Время Он пишет Несколько Книг Которые Сами по себе Свидетельствуют О том Что Сологуб Остался верен Себе Своим Темам Эти книги Называются У него Свирель Финианы И тогда Когда страна Приступает К строительству Это начинается Эпока первых Пятилеток В это время Сологубь Живет Другим Он живет Далеким Прошлым Он живет Мечтой Он создает Постарали Это уже Вызов Сложна Поэзия Сологуба С одной стороны В ней Мука Смерть Страдание Обреченность С другой Глубокая Привязанность К жизни Так и должно быть Великая Поэзия Настоящая Подлинная Поэзия Всегда Противоречила И соблазна Земли Жизни Не мог Преодолеть Сологуб И конечно Поэт Такого Высокого Совершенства Как Сологуб Не может быть Предан Забвению Он коснулся В своей Поэзии Главной Темой Он жил Этой Главной Темой Смерти И бессмертие Это то Чем живет И философия И подлинное Большое Искусство И религия И пока Будет на земле Человек А он всегда Будет смертен При всем Совет Своем Тяготем И к бессмертию Глубокой Верии В Бога Или наоборот Богохульстве И проклятие До тех пор Будет всегда Жить Поэзия Сологуба Измотал Я безумное Тело Расточитель Дарован Могла И стою Ночного Предела Измурен И защитен Инак И прошу Я Умилого Бога Как никто Никогда Не просил Подарим Еще хоть Немного Для земли Вталеке Меси Огорчение Земные И несносные Не посередине Земные Труды Но зато Как пленительные Весны Как прохладные Объятья Воды Как пылают Багряные Зори Как мечтает Жасминовый Куст Сколько Ласки В лазуревом Зоре И в Лапзании Радостный Куст Но еще Вожделение Лапзанья Аромат Жасминных Кустов Благодатная Сила Мечтанья И певучая Сладость Тихо У тебя Милосердного Бога Много Света И славы И сил Дай мне Жизни Земной Хоть Немного Чтоб Я Новую Песню Сложил Сложил